здравствуйте дорогие друзья вы находитесь на канале русская душа с вами марина и мы в моем огороде это томаты черри балконное чудо высаженные в открытый грунт вот уже на 50 много-много маленьких томатиков вот теперь будем ждать когда они начнут поспевать эти томаты знаете скорее здесь для баловства высаженная и даже не посылку и у их много параллельных веточек так и будут расти кучей вид на террасу и сад с этой точки ну с порядок еще не разобран некогда некогда так смотрим питоми с каждым днем они все мощнее и мощнее цветут все больше вот эта грядка вот этот цветник как-то более мощно цветет и я подозреваю потому что на него больше всего достается солнце вот а там на тех грядочках получается тень сейчас от соседских березок а потом приходит как-то солнце на эту сторону на них падает тени вот от тех соседских берез так здесь у меня рассажена свекла в рядочек лук порей в рядочек здесь же посеяно спаржевая фасоль вьющиеся не вижу сходов хотя уже пора и укроп посеян здесь спаржевая фасоль кустовая взошла а вьющиеся также не вижу сходов сегодня буду подсеивать кустовая взошла и продолжает сходить но не не вся дружно видимо все зависит от того такой был сорт какие-то семена более схожи какие-то менее так мы пойдем передний сад потому что там красота и по дороге посмотрим расцвела плетистая роза имя ее фламентанц она еще маленькая молоденькая вот уже красивые собирается дальше цвести потому что есть бутоны посмотрите какой красивый классический вид у розы такая аромат есть приятный вы знаете говорят фламентанц не имеет аромата но моя пахнет не знаю может быть мне достался не фламентанц хотя по всему кроме аромата она такая еще говорят что фламентанц однократная то есть однократно цветущий а моя прошлом году цвела летом еще у нее были цветки вот так ну что смотрим красота красота роз все больше и больше цветов все краснее и краснее еще больше цветов раскрылась на чубушники белоснежных так сейчас я вам зайду с тылу покажу розочку которую отсюда плохо видно больше никак не зайдешь здесь у меня пора опять полете суш стоит вот она вот она посмотрите какая ослепительная как огонь как пламя имя ей вестерленд это вот весь этот курс здорово это она есть вот эта палка она приболела я ее наверное буду обрезать хоть она и жива я такое чувство что она жива там наполовину надо наверное и укоротить эту торчит страшно и вот посмотрите по цвету роза и пион очень похоже между собой так выходим выходим из дебри все так вот о какой картине я говорила когда говорила что почти не видно зеленых листьев вот так скоро будет выглядеть весь ряд сейчас пока конечно зелень еще есть ну потому что еще бутоны не все раскрыт жарко жаль что в такую жару цветы быстрее отцветают аромат есть потому что цветов много один отдельно цветок не так уж и пахнет вот вчерашний бутон я вам показывала он не один здесь рядом еще братец открывается вот такой большой будет цветок большой вот пион примавера желтой серединкой этот цветок старше и у него серединка выцветает становится более белым а этот сегодня открылся и лепестки внутренние нарядные лимонненькие вот вот какой огромный цветок вот большой еще не раскрылся только-только вот как прямо весь почти распустился белый пион имя надо искать я не помню они мне где-то есть компьютере все записано такие интересно внутри алые штрихи кто-то там сидит ну как обычно жук этот отцвел полностью и уже не скажешь как он был ярок и наряден я вспомнил название вот этого пиона нашла это доктор александр флеминг ну александр флеминг молодец красота вот молочного цвета пион на картинке он желтый но никакой не желтый но и не белый он не белый вот реально молочный такой александр